Сегодняшняя тема наших докладов – это новообразование предстательной железы. Мне всегда приятно видеть молодых ребят, которые, в общем-то, идут в ногу со временем. И не только они у нас чему-то учатся, но и мы у них учимся, безусловно, очень многому. И возлагаем на вас большие надежды, потому что когда-то мы тоже будем взрослеть, стареть, как сегодня сказали. То есть нужно, чтобы была хорошая смена у нас. Поэтому я с удовольствием сегодня открываю вот это заседание и послушаем те доклады, которые приготовили наши уже теперь претенденты на победу в том числе. Спасибо большое, Валерий Иванович. Нам с профессором Калантаревым очень приятно участвовать в этом сегодняшнем мероприятии. И постоянно мы слышим от коллег наших и более опытных, и более молодых, что нам на конференциях, на мероприятиях не хватает обсуждения клинических случаев. И нам очень приятно, что сегодняшнее мероприятие наше – это сплошные клинические случаи. Поэтому ждем с большим нетерпением. Дорогие друзья, я хочу сказать несколько слов. Просто мне кажется, это замечательная традиция. Вот она уже рядом с нами, сейчас она в ходу, если можно так сказать. Александр Викторович верно говорит, абсолютно клинические случаи – это особая вещь, абсолютно особая вещь. И сегодня мы ожидаем интересных презентаций, интересного обсуждения. Сегодня мы ожидаем каких-то новых идей, каких-то новых подходов в лечении старых, скажем так, заболеваний. Ну а то, что молодые лица у нас сейчас вот у меня на экране, и у вас также, я думаю, это прекрасно и замечательно. В добрый путь. Мы желаем всем вам удачи. Пожалуйста, вперед. И давайте, наверное, уже начинать от слов к делу. И я вижу, что согласно программе первой должна выступать Аниканова Екатерина Владимировна. И Екатерина Владимировна успела подключиться. Это прекрасно и замечательно. И давайте, не задерживаясь, перейдем к первому клиническому случаю. Представляет доктор Аниканова спорные вопросы лечения больных раком предстательной железы. Вот такой интересный обзорный клинический случай. Это действительно интересно. Давайте послушаем и пообсуждаем. Добрый день, уважаемый Константин Борисович, уважаемые слушатели и участники сегодняшнего Тюмор Борд. Очень приятно всех сегодня видеть и приветствовать. И мы очень рады, что наш случай нашел место в программе. И несмотря на то, что лечению рака предстательной железы посвящено много вопросов, много научных работ, все равно сегодня остается много спорных вопросов, которые нам хотелось бы обсудить и представить в данном клиническом наблюдении. Итак, вашему вниманию представляется клиническое наблюдение пациента 61 года, который в настоящее время отмечает жалобы на тотальное недержание мочи. И прежде чем приступить к изложению его анамнеза, хочу отметить, что к нам этот пациент попал только на середине этапа своего, скажем так, лечебного пути. И ряд исследований, ряд комбинаций лечебных были выполнены в других клиниках, поэтому мы также выносим эти вопросы на обсуждение. Итак, впервые диагноз был заподозрен в мае 2019 года, когда в анализах крови было выявлено повышение ПСА до 16 нанограмм на миллилитр. Пациенту на аблаторном этапе выполнены диагностические исследования и по данным МРТ органов малого таза заподозрено наличие объемного образования в предстательной железе с признаками экстракапсулярной экстензии. В июне 2019 года выполнена мультифокальная трансрактальная биопсия предстательной железы, по результатам которой верифицирована аденокарцинома ГЛИССН 9 баллов. Пациент самостоятельно выполнил ПЭТ-КТ с ПСМА, кроме стандартных рутинных методов исследования, представленных остеосинтиграфией и компьютерными томографиями грудной и брюшной полостей. По результатам выполненного диагностического поиска признаков отдаленного метастазирования не было выявлено. Таким образом, перед нами пациент молодого возраста с местно распространенным опухолевым процессом. И первый вопрос, который в данной ситуации следует рассмотреть, какой метод лечения предложить данному пациенту. Подвергнуть его радикальной простатоктомии или все-таки выполнить дистанционную лучевую терапию и гормональную терапию. Я думаю, что большинство коллег из наших клиник, наши коллеги, оперирующие онкологи, безусловно, будут рассматривать вопрос радикальной простатоктомии. И здесь мы тоже согласились бы с этим мнением. И поскольку, напомню, пациент проводил лечение в других лечебных учреждениях, в августе 2019 года пациенту была выполнена радикальная позади лунная простатоктомия, тазовая лимфоаденоктомия. При плановом гистологическом исследовании верифицировано аденокарцинома 8 баллов по глиссену с прорастанием капсулы, врастанием в клетчатку и с положительным хирургическим краем. Однако протяженность его неизвестна. При исследовании 18 удаленных лимфатических узлов данных за наличие их метастатическое поражение получено не было. Таким образом, патоморфологический диагноз был установлен как рак предстательной железы Т3АН0М0Р1. И уже через месяц по результатам контрольного ПСА были выявлены его резидуальные значения и уровень ПСА составил 0,1 нанограмм на миллилитр. И вот здесь, я думаю, встает более сложный вопрос в отношении данного пациента. Какой метод лечения, какой метод его ведения следует избрать? Предложить ему адювантную терапию или все-таки продолжить за ним динамическое наблюдение? Для определения того или иного вида адювантного лечения мы основываемся на критериях неблагоприятного прогноза. В первую очередь, для проведения лучевой терапии нас будут интересовать остаточный уровень ПСА, отсутствие или наличие положительного хирургического края и его протяженность, наличие местно распространенного опухолевого процесса и также умеренно и низкодифференцированные опухоли. Однако для проведения гормонального лечения для нас будет определяющим фактором наличие метастатически измененных морфологически подтвержденных лимфатических узлов суммарным количеством более трех. Я напомню, что у нашего пациента поражение лимфатических узлов не было установлено и поэтому в приоритете следовало рассматривать проведение дистанционной лучевой терапии в адювантном режиме. Если мы взглянем с вами на исторический обзор, то первое рандомизированное клиническое исследование, посвященное оценке эффективности адювантной лучевой терапии у пациентов, группа высокого риска, перенесших радикальную простатоктомию против динамического наблюдения, относится к 2009 году. Набраны были сопоставимые группы и, как вы видите на представленном слайде, проведение адювантной дистанционной лучевой терапии позволило повысить практически на два года улучшить как безметастатическую выживаемость, так и общую выживаемость. Однако при более длительном наблюдении, которое было продемонстрировано в другом исследовании более поздние годы, несмотря на более чем в 20% превышающую безметастатическую выживаемость, при медиальной наблюдении в 10 лет не было достоверно достигнуто улучшения как общей выживаемости, так и без выживаемости, без прогрессирования. Кроме того, если мы с вами обратимся к современным гадлайнам, датируемым последними годами, то мы увидим, что из четырех клинических рандомизированных исследований, посвященных проведению адювантной дистанционной лучевой терапии, только лишь в одном исследовании, СВОК-8794, было продемонстрировано увеличение общей выживаемости у пациентов, подвергнутых дистанционной лучевой терапии. Но, несмотря на это, результаты, на мой взгляд, современного полноценного исследования Radicals, всем хорошо известного исследования Radicals, включавшим более тысячи пациентов, часть из которых были подвергнуты сальважной адювантной лучевой терапии, и часть были подвергнуты отсроченной лучевой терапии. Группы также были сопоставимы. Стоит сказать, что выживаемость без прогрессирования при медиане наблюдения более пяти лет практически не отличалась. Однако, стоит обратить внимание, что разительным были отличия в нежелательных явлениях, как в ранних, так и поздних, как в группе адювантного лечения. И вы можете видеть на правой части слайда, что, безусловно, частота осложнений как со стороны мочевой системы, так и со стороны органов желудочно-кишечного тракта были у этих пациентов выше. Таким образом, подытоживая и выбирая тактику лечения на тот момент для нашего пациента, мы бы предпочли отдать под динамическое наблюдение этого пациента и продолжить мониторинг ПСА, и уже, исходя из полученных цифр в последующем, определять показания к сальважной лучевой терапии. Однако, пациенту была проведена гормональная терапия в режиме МАП в короткие сроки с последующим курсом адювантной лучевой терапии. Но стоит здесь особенно отметить, проведенные короткие сроки лучевой терапии, и здесь, конечно, возникает вопрос о ее целесообразности в таком коротком режиме. И, безусловно, стоит обратить внимание, что полный курс дистанционной лучевой терапии завершен пациенту не был. И уже, как и было ранее сказано, про высокую частоту осложнений после адювантной лучевой терапии, в нашу клинику пациент впервые попал с развившимися осложнениями лечения. Так, через 3 месяца после окончания лучевой терапии у пациента развилась структура везика уротрального анастомоза, осложнившаяся острой задержкой мочи, что потребовало эндоскопического вмешательства. А в последующем пациент был также к нам дважды госпитализирован в связи с развившимися воспалительными осложнениями в связи с наличием лимфоцелия. Но, несмотря на такое сложное течение осложнений лечения, стоит сказать, что онкологические результаты были достигнуты, что также хорошо видно на динамике ПСА. Так, как вы видите, начиная с 2020 года по 2023 год, практически в течение трех лет, уровень ПСА у пациента оставался на нулевых значениях. Однако, уже в августе 2023 года у пациента было зарегистрировано повышение ПСА. При этом, стоит сказать, что уровень тестостерона оставался на нек... был некастрационный, что позволило нам с вами говорить о формировании гормона... метастатического гормона чувствительного рака. Мы также хотим обратить внимание и сказать о необходимости мониторинга не только уровня значений ПСА, но и тестостерона, поскольку, напомню, наш пациент получал курс гормональной терапии. И при последующем динамическом наблюдении был отмечен дальнейший рост ПСА. Как вы видите, время удвоения составило 2,3 месяца. Пациент был комплексно обследован. По результатам рутинного рентгенологического исследования признаков прогрессирования опухолевого процесса выявлено не было. Однако, по данным выполненного ПЭТ-КТ с ПСМА, были обнаружены единичные мезоректальные и верхние прямокишечные лимфатические узлы с высоким СУВ, что свидетельствовало о наличии метастатического процесса. И таким образом, еще один вопрос, который достоин внимания в отношении этого пациента. Какой метод применять в данной ситуации? Подвергнуть пациенту лучевой терапии? Хотя мы знаем прекрасно, что в анамнезе у него уже было лечение. Но у пациента имеются тазовые лимфатические узлы, не относящиеся к зоне регионарного метастазирования и с большей вероятностью они не попадали в поле облучения. Или все же его ввести в стандартном рутинном режиме, признав пациента с первичным гормоночувствительным раком предстательной железы низкого объема поражения. Безусловно, обсуждая вопросы лучевой терапии, стоит рассматривать одну из набирающих сейчас популярность тактики ведения как олигометастатический процесс. И согласно представленным рекомендациям, если мы говорим о современных гадлайнах, то мы видим, что имеет место проведение лучевой терапии, а в ряде случаев комбинированные гормоны лучевой терапии при метастатическом поражении тазовых лимфатических узлов. А на данном слайде я как раз привожу подходы в лечении пациентов с положительными лимфатическими узлами после проведенного лечения. Но можно ли экстраполировать эти результаты на пациентов с метастазами в отдаленные лимфатические узлы, то есть категории М1А? Я думаю, что эти выводы могут быть поспешны, поскольку ни одного подтвержденного рандомизированного клинического исследования на сегодняшний день нет. И таким образом данного пациента мы уже рассматривали как первичный гормоночувствительный рак предстоятельной железы. И мы прекрасно знаем, что даже при олигометастатическом процессе назначение гормональной терапии увеличивает медиану общей выживаемости у пациентов до 60 месяцев. Поэтому нашему пациенту мы назначили стандартный режим андрогенной депривации и антиандрогены второго поколения. В настоящее время пациент получает комбинированную терапию. Значения последние, которые он нам прислал на февраль 2024 года, составляют нулевые цифры. И в плане у нашего пациента в настоящее время контрольное обследование. Благодарю за внимание. Спасибо огромное за доклад, Катерина Владимировна. Если позволите, есть пара вопросов. Мне очень приятно, во-первых, что у нас все джентльмены, и вы первые. Единственная наша девушка сегодня среди докладчиков, и вам было предоставлено первое слово. Во-первых. Во-вторых, я очень рад персонифицированному подходу. И на сегодняшний день я понимаю, что мы обсуждаем, по сути дела, не стандарты, которые существуют в Минздраве Российской Федерации Русска. Поведение определенной категории больных, а именно персонифицированный подход. И вы подняли, на мой взгляд, очень серьезный, очень прекрасный вопрос и прекрасную тему для обсуждения. И у меня к вам есть теперь вопрос. Я так понимаю, пациент попал к вам не из вашего учреждения, да, изначально? Я имею в виду, после просадок тайны. Да. Скажите, пожалуйста, если бы вам этот пациент попал на старте, вы бы ему какую тактику предложили? Валерий Иванович, спасибо за вопрос. Это действительно сложный, на мой взгляд, вариант, сложная дилемма, поскольку, безусловно, пациент подходит под категорию местно распространенного опухолевого процесса. И мы прекрасно понимаем, что выигрышем для него будет проведение дистанционной лучевой терапии в комбинации с гормональной терапией. Но, учитывая возраст, молодой возраст пациента, учитывая его соматический статус и его входящие данные, включая морфологический тип опухоли, наверное, мы бы рассматривали проведение хирургического лечения изначально. А вот в плане какой-то неудивантной терапии вы бы обсуждали вопрос или нет? Никакой, если обсуждали. У больного, я напомню, объем предстательной железы 80 кубических сантиметров на старте. Есть распространение за пределы капсулы предстательной железы на нейровоскулярный пучок глисон 9, опять же, при старте биопсии. Вот меня вот такой вопрос чисто практически интересует именно при персонифицированном подходе к таким пациентам, учитывая молодой возраст. Да, безусловно, это не находит отражение в современных рекомендациях, но вы совершенно справедливо заметили, что у пациента исходно большой объем предстательной железы и местно распространенный процесс. Поэтому мы рассматривали бы назначение этому пациенту гормональную андрогенную депривацию аналогами. Спасибо. И еще один вопрос. Вот, учитывая даже, несмотря на то, что пациент получил лучевую терапию в отсолоченном абьюанте, да, вы отдали предпочтение гормональной терапии. А вообще вы обсуждали с радиологами возможности вопроса стереотоксической терапии на лимфоузу? Да, совершенно вот такой справедливый подход. Вопрос стереотоксической лучевой терапии рассматривался, но радиологи с учетом анамнеза пациента, с учетом его лучевых повреждений и неоконченным курсом первой лучевой терапии, все-таки не рискнули рекомендовать ему проведение стереотоксической лучевой терапии. Спасибо. Я не буду задомучить Екатерину Владимировну вопросом, поскольку вы понимаете, что я прекрасно знаю этого пациента, это пациент из нашего отделения. Единственное, я могу сказать, что, конечно, неодевантные подходы на основном виде монотерапии андрогенную депривационную мы используем только в том случае для уменьшения объема подстательной железы, в любом случае для последующего выполнения простаток томии. Что касается данного пациента, ну, говорит однозначно, что здесь мы бы провели неодевантную гормональную терапию. Я даже подскажу немножко по-другому. Как пациент, когда перед тем, когда ему поставили диагноз, перед тем, как он начинает лечение, он приходил к нам на консультацию, и мы с ним обсуждали возможные варианты лечения, в том числе возможность проведения радикальной простатоктомии. Но, как бы, я на тот момент сказал, что давайте мы чуть-чуть возьмем паузу, мы подумаем, как правильно поступить с вами, и договорились, что он придет еще раз. Но он убежал от нас, ушел в другое лечебное учреждение, там он прооперировал сразу, без, собственно говоря, ожидания. Единственное, что я хочу добавить, что вопрос еще в том, что есть действительно сейчас, вы тоже прекрасно все это знаете, что проводится рандомизированное исследование, где используется неодиумантная гормональная терапия, где андроген-депривация комбинируется с новыми антиандрогенами, ну или антиандрогенами второго поколения. Но, к сожалению, пока этих результатов не получено, это исследование в ходу, оно продолжается, это международное исследование. Но исследование, мы тоже знаем, что у вас есть, Валерий Иванович, опыт проведения неодиумантной химиогормонотерапии с доцитоксалом, и у нас есть такой опыт, мы тоже это, у нас есть группа порядка 20 пациентов таких, вот, в общем-то, мы использовали раньше этот вариант, но, в принципе, еще раз говорю, это обсуждаемо, но сейчас мы, как правило, этого не делаем. Поэтому, если фантазировать, я бы, честно сказать, я бы предложил пациенту андроген-депривационную терапию в комбинации с антиандрогенами второго поколения, но, еще раз говорю, это пока далеко не стандарт, этих данных у нас нет, и рекомендовать к рутинному применению мы это не можем. Александр Михайлович, Вы сами напросились на вопрос. Во-первых, вернемся к старту, больной 19-й год, никаких публикаций и никаких исследований в плане комбинации с новыми антиандрогенами на тот момент не было, и, как единственный вариант, в 19-м году там мог рассмотреться как раз вопрос о проведении комбинации с химиотерапией. Ну, у нас есть по этому поводу тоже определенный опыт и определенное свое мнение, оно, безусловно, ни в какие рекомендательные форматы на сегодняшний день не входит, но, тем не менее, на мой взгляд, это довольно, так сказать, ну, интересный опыт. И мы с Вами начали с того, что сегодня у нас в нашем комбарборде будут рассматриваться вопросы как раз по сути персонифицированного подхода, поэтому мы спрашиваем мнение просто экспертов. Александр Викторович, а у Вас вот какое мнение по этому поводу? Валерий Иванович, в тот момент, когда пациенту был установлен диагноз, в 19-м году, пациенту тогда было 57 лет, поэтому я думаю, что в тот момент мы постарались бы пациенту максимально быстро, насколько это позволяет интервал после биопсии, выполнить радикальную простатоктомию любым доступом, и потом уже рассматривали бы вопрос адювантного лечения, и, наверное, получив гистологическое заключение после операции, мы бы за пациентом наблюдать не стали, а сразу перешли бы к последующей терапии. В тот момент мы неоадювантную терапию не рассматривали бы. Хорошо. Да, Константин Борисович, пожалуйста, Ваше мнение тоже. Валерий Иванович, ну, мы с Александром Викторовичем из одной клиники, это всем известно, поэтому я согласен абсолютно с профессором Говоровым, и 57 лет – это тот возраст, когда необходимо принимать очень быстрое решение, и зачастую принятие этого решения основывается не совсем полностью на клинических рекомендациях, а вот как раз тот самый персинфицированный подход, вот в данном случае он сыграл большую роль. Несомненно, радикальная простатоктомия, несомненно, короткое наблюдение за пациентом после операционного периода, несомненно, адювантная терапия. Я абсолютно согласен. Что касается неодевантной терапии, во многих клиниках у нас тоже есть некоторый опыт применения неодевантной терапии, и действительно мы ждем результатов того самого исследования, о котором Александр Михайлович говорил, и мне кажется, и думается, и не только мне, что за неким неодевантным лечением для определенной части или доли пациентов, страдающих раком предстоятельной железы, есть свое место, и место совсем не маленькое. И как раз это место персинфицированного подхода. И это очень интересно, на самом деле. Будем ждать с нетерпением ожиданий результатов исследования, о котором мы говорили, и, конечно, будем делиться своим опытом. Мне кажется, что в скором времени каждая клиника сможет предоставить результаты. Клинический случай очень интересен, и этот клинический случай, на самом деле, показывает то, что мы сегодня можем не быть столь ограничены под этими какими-то жесткими рамками, и мы можем смотреть направо и налево и предлагать пациенту то, что необходимо в конкретном случае. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Константин Борисович поднял правильный вопрос по поводу персонификации и возможностей терапии, и адъювантной, и не адъювантной. Но вот лично мое такое мнение, тут еще чисто, может быть, административное и рекомендательное, вернее, мы ограничились в какой-то степени рекомендациями. Почему я поднимаю вопрос о возможности комбинации перед операцией? Потому что в послеоперационном периоде мы у себя эти вопросы обсуждали на своих комиссиях по внутренним каким-то клиническим исследованиям. И вот с нашими лекарственными терапевтами, я теперь не называю химиотерапевтов химиотерапевтами, потому что это только одна часть лекарственной противоопухолевой терапии, как вы знаете, да? Поэтому я их называю лекарственными терапевтами, вот, с большим уважением. Но каким-то образом подвести больного под то, чтобы ему назначить в адъювантном режиме не только гормональную терапию, но и химиотерапию, на сегодняшний день у нас не представляется никаких возможностей. А вот когда у больного на старте, он идет в группе плохого прогноза, как у вас прекрасный случай был представлен, это молодой человек с глиссоном 9, с местным распространением опухоли, да? Не исключено, что там еще, может быть, по МРТ, я не увидел здесь описание лимфоузлов, но, может быть, там и были какие-то подозрения на патологические лимфоузлы при МРТ, то здесь каким-то образом обойти ситуацию в плане возможности назначения именно в предоперационном плане комбинированной химио-гормональной терапии, они существуют. Ну, по крайней мере, мы для себя такое используем, в общем-то, относительно давно уже. Ну, и я еще раз напомню, что на 2019 год, безусловно, ни о каком ненавидеванте с новейшими антиандрогенами речи не было, потому что тогда вообще, по сути дела, они только-только приходили на наш рынок. Спасибо огромное, Катерина Владимировна. Я думаю, мы на этом закончим, да? Вот, и перейдем к следующему нашему докладу. Алексей Александрович, пожалуйста, вам слово. Дорогие коллеги, сегодня я бы хотел представить клинический случай успешного применения лютеция ПСА при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы. Пациент Р 84 лет, вводим с марта 2019 года, когда при профилактическом осмотре было выявлено повышение ПСА. По данным биопсии была верифицирована оценарная динокарцинома Белисан-8. При оценке распространенности опухолевого процесса отдаленные метастазы выявлены не были, но по данным МРТ органов малого таза были определены метастатически пораженные лимфатические узлы. С апреля 2019 года пациенту была назначена андерген-депривационная терапия и в январе 2020 года была проведена дистанционная лучевая терапия на область предстательной железы и семенных пузырьков. Далее пациент получал андерген-депривационную терапию. В августе 2021 года была установлена кастрационная резистентность, когда определился рост ПСА, и по данным ПТКТ были выявлены метастазы в костях и лимфатических узлах пресс-окрайной клетчатки. Пациенту была назначена остеомагифицирующая терапия. Также была проведена метастаз-направленная терапия в обеме сериотоксической лучевой терапии на костные метастазы. На фоне проводимого лечения у пациента было выявлено снижение ПСА до 4,9 мгм с последующим повышением в феврале 2022 года. По данным ПТКТ на февраль 2022 года были выявлены новые метастазические очаги. В продолжающейся андрогенотерапии пациенту была добавлена с марта 2022 года гормонотерапия аполутамидом, и также было предпринято две попытки стереотоксической лучевой терапии в феврале на костные метастазы и в апреле на лимфатические узлы пресс-окрайной клетчатки. В июле 2022 года у пациента определилось также прогрессирование, предъявлялся рост ПСА, время удвоения 4,8 мгм, и по данным ПТКТ предъявлялось увеличение уровня накопления радиопанк-препарата в ранее обвязляемых очагах без динамики по размерам. В июле 2022 года был создан онкологический консилиум, по результатам которого было решено проводить химиотерапию доцитокселом с редукцией дозы с возможной эскалацией при удовлетворительной переносимости. С июля по октябрь было проведено 5 курсов химиотерапии доцитокселом. Лечение было завершено в связи с прогрессированием заболевания и развитием токсичности, по которой поговорим чуть-чуть попозже. По ответу у пациента после первых двух курсов наблюдалось падение уровня онкомарклора на 38% с дальнейшим увеличением. По данным ПТКТ после третьего курса определялась разновекторная динамика, а именно было увеличение накопления радиопарклоратор в космосных метастазах, уменьшение накопления РПП и частично размеров лимфатических узлов в полноизиректальной пассе слева и пресс-окрани. Также появился новый активный очаг в предстательной железе. После пятого курса определялись новые метастатические очаги. Был снова создан онкологический консилиум, уже по результатам которого было решено проводить ПСМА-тарбитную терапию литерцами. На начало радиониклидной терапии у пациента определялись множественные метастатические очаги в костях, лимфатических трусов полноизиректальной фасции, поражены были параректальные и пресс-октальные лимфатические узлы, также локальный очаг предстательной железы. Уровень ПСА составлял 17 мг на мм. С декабря 2022 года по май 2023 года было проведено 4 курса терапии литерцами средней активности 7,6 гигабикерей с интервалами между курсами от 6 до 8 недель. Лечение было прекращено на 4 курсах в связи с отсутствием субстрата по ПКТП после четвертого курса. На январь 2024 года уровень ПСА составляет 0,03 мг на мм. В данной таблице вынесены наиболее активные опухолевые очаги, определяемые на начало радиоматитной терапии литерцами. На данном слайде наглядно представлены проект СМИК до начала терапии литерцами, после 2-го и 4-го курсов, а также контрольные ПКТ в октябре 2023 года. В скором времени пациенту планируется проведение повторного исследования. По поводу токсических реакций хочется отметить, что на фоне химиотерапии до стокселом пациента развилась остея 2-й степени, а на ней 3-й степени с потребностью к гемотрансфузии нейтропиния 2-й степени. На терапии литерцами у пациента к 3-му курсу развилась только ксеростомия 1-й степени, при этом неотоксичность и метатоксичность на фоне терапии не наблюдались. В заключении хочется обобщить, что у пациента с агрессивным течением стандартной терапии сама таргетная терапия оказалась высокоэффективной и низкотоксичной. И учитывая наш клинический опыт отделения и результаты некоторых исследований, считаем, что пациентам пожилого возраста с отягощенным сопутствующей патологией или высоким риском осложнений на фоне химиотерапии токсанами, альтернативным вариантом решения может рассматриваться сама таргетная терапия литерцами. Спасибо за внимание. Алексей Александрович, если позволите, вопрос. Остеомодификаторы на старте, когда у больного было прогрессирование после стартовой терапии гормонами, было сопряжено с тем, что у больного появился болевой синдром или безо всякого болевого синдрома и не назначили остеомодификаторы при появлении недостазов в косты. Пациенту было назначено без появления болевой синдрома. То есть просто на фоне того, что были выявлены метастатические очевидные коста. И все. Ну, я, насколько знаю, у Вас нет такой стандартной практики, чтобы без болевого синдрома при появлении костных недостазов назначать профилактический остеомодификатор. В клинике такого я не слышал, честно говоря. И вообще, на самом деле, великолепный доклад и результаты великолепного лечения. Это новое, современное направление. Очень приятно, что это освещается, в том числе и на нашем семинаре. Вопрос такой. Вы не задумывались или, может быть, литературу читали? Больному 84 года, насколько мне не изменяет память. А может быть, вообще не надо было начинать, когда у вас была такая токсичность и все остальное, вы ее получили. Собственно говоря, и при этом эффективность была очень краткосрочная. А может быть, нужно было сразу обсуждать вопрос, когда установили кастрат рефракторность и возможности проведения терапии литерс. Это в качестве вашего собственного мнения. Да, на самом деле, рассматривался вариант сразу назначить по самоотаргетной терапию. Но с учетом того, что на тот момент еще не было достаточно данных по терапию литерсам. И у нас не было такого большого опыта. То есть на тот момент не было пролечено большого количества пациентов. Было решено все-таки провести химиотерапию литерсам, как уже проверенный временем. Спасибо огромное. Пожалуйста, сопредседатели. Алексей Сенс, всем будет интересно узнать, за прошедший год в вашем учреждении сколько больных раком простаты получили такое лечение. И второй вопрос. Какое было максимальное количество курсов лечения у одного пациента, у тех больных, про которых вы знаете? Спасибо за вопрос. Именно за этот год я запрятняюсь ответить, но в целом за время проведения самоотаргетной терапии было пролечено около 160 пациентов. Больше всего пациент провели 9 курсов. На самом деле 9 курсов токсичности как поковой не наблюдается. Единственное, у него все расслабления. Это единственный жалоб, который вам приведет, находится в литерсам. Алексей Александрович, спасибо за прекрасный доклад. Очень интересный клинический пример. Скажите, пожалуйста, у вас достаточно большой опыт в клинике, как вы уже сейчас сами сказали, более 160 больных. Какой промежуток между введением препарата, как правило, используется в вашей клинике? Меняется ли его в зависимости от каких-то клинических показателей? От динамики ПСА-прироста, от, может быть, от дифференцировки по шкале Глиссом, ну или какие-то другие показатели, которые влияют на изменение интервала между введениями литерсов? Спасибо за вопрос. Мы пациентам вводим препарат с интервалами от 6 до 8 недель. Алексей Александрович, позвольте мне... Мне тоже. Но я присоединюсь к мнению моих коллег. На самом деле замечательный пример. Спасибо большое за доклад. Это здорово видеть и разбирать такие клинические случаи, когда ты видишь действительно эффективную терапию. Это замечательно и здорово. Скажите, пожалуйста, а вот критерии эффективности применения данного метода каковы? Как вы понимаете, эффективен ли метод в данном случае? Когда вы принимаете решение о продолжении терапии? Когда вы принимаете решение об остановке ее? Скажите, пожалуйста, на чем вы основываете? Мы основываемся по уровню ПСА, по клиническому состоянию пациента, а также по результатам ПТ-ПТ. Метели радиологически прогрессированные. Если мы видим, что у пациента положительная динамика, либо стабилизация опухолевого процесса, то мы продолжаем терапию. Каждый раз на онкологическом консилене одобряются два курса. То есть мы выполняем ПТ-ПТ после каждого отчетного курса. Но, естественно, если мы видим, что в процессе наблюдения у пациента определяется рост ПСА или клиническое ухудшение, естественно, мы выносим на онкологическую консиленцию, и все это уже изменито. Я правильно понял, что после каждого курса вы проводите ПТ-ПТ? Нет, после каждого отчетного курса. Второй, четвертый, шестой. Понятно. И сроки проведения ПТ-ПТ после очередного курса? Я имею в виду, через сколько там? Через неделю, через две вы делаете? Делаем через четыре недели после отчетного курса, после шестого курса, уже по показаниям. Но обычно через три месяца после терапии. Если мы видим, что заболевание ушло. Спасибо огромное. Коллеги, пожалуйста, можно еще один вопрос докладчику? Алексей Александрович, скажите, пожалуйста, а когда у пациента наступает клиническая стабилизация? После какого курса? И в этих промежутках фиксируется ли ухудшение состояния, включая болевой синдром, какие-то другие проявления клинические не связаны с токсичностью, а именно с опухолевым процессом? И второй вопрос, который хотелось бы спросить. А изменяется ли как-то характеристика костных метастазов и лимфатических узлов на фоне лечения по ПЭТ-КТ? То есть очаги как-то изменяются или они одинаково подвергаются регрессии? Спасибо за вопрос. Начну ответить сначала на второй вопрос. Тут на самом деле все сугубо индивидуально, потому что если брать, например, вот этого пациента, то у него оболочка без души, без опухолей ткани. То есть сама ткань как бы остается, но при этом не проявляет никакой опухолей активности. При этом недавно у нас был пациент, у которого отразлялся метатуркальный компонент, литический метастаз с метатуркальным компонентом, и за два курса полностью ушел в метатуркальный компонент. По поводу первого курса о состоянии пациента, тут, наверное, проживает все индивидуально, потому что есть пациенты, которых после терапии на следующей неделе определяется как повышение температуры, улучшение, в принципе, как состояния, которое стабилизируется в течение одной-двух недель. Бывают пациенты, которые полностью удинтриксно переносят терапию без каких-либо жалов. Поэтому, конечно, это будет инфидуально. Александр Александрович, еще дополнение к такой вопросу, и это, я думаю, вопросы к следующему докладчику, поскольку перекликаются у нас доклады. Вот, скажите, из этих 160 пациентов, я понимаю, вы знаете не всех, но частота возникновения анемии, ни для кого не секрет, что основная масса этих пациентов, кроме возможных там висцеральных метастазов, обязательно практически имеют, причем довольно массивные костные метастазы, естественно, с отвлечением костного мозга. И поскольку это, ну, далеко не альфа-излучатель, да, то есть вопрос стоит о том, что повреждающее действие на костный мозг у препарата должно быть приличнее, чем у известного нам препарата, там, другой группы. И у меня есть пациенты, которым проводили терапию лютеция, практически у всех из них анемия сопровождала, ну, практически каждый случай. Вы говорите, что у вас такой токсичности практически не отмечено. Вот ваше впечатление. Спасибо за вопрос. По поводу токсичности, по поводу анемии, скажу чуть позже, мы наблюдаем, что у пациентов, некоторые группы пациентов напитается тромбоцитопинья на фоноцитопию лютеция. По поводу анемии, тут сказать тяжело, насколько она прям сильно сопряжена именно с терапией лютеция, потому что у всех пациентов, которых мы наблюдали анемию, у всех была тотальная инфекция в костный мозг. И, возможно, бы она развилась и без нашей терапии. Поэтому, на самом деле, естественно, то, что терапия лютеция как бы поспособствовала это развитие анемии, но далеко не так, что именно она является прям основным демором. И при этом она для вас не является противопоказанием для дальнейшего проведения терапии лютеция. И на каких цифрах вы останавливаетесь? Я имею в виду по поводу... На начало радиомоглидной терапии желательно, чтобы пациенту гемоглобин был выше 100 грамм на литр. Но в процессе терапии, если мы видим, что у пациента наблюдается анемия, то мы продолжаем проводить терапию лютеция параллельно пациенту, который измерил гемоглобин, либо за счет переливания крови, либо насыщения ритропоэтини. Если же мы видим, что после каждого введения лютеция у пациента снова снижается показатель крови, то мы прекращаем терапию лютеция. Спасибо. Ну и если позволите, наверное, переходим к следующему нашему докладу, где Кирилл Георгиевич с удовольствием выслушаем альтернативное или наоборот объединенное мнение по поводу лютеция. Представляю вашему вниманию клинические случаи комбинации лютеция по сама и сама реоксабифора в лечении статического кастрационно-резистентного рака пристательной железы с болевым синдромом. Итак, пациент и 75 лет считает себя больным с 2006 года. В ходе обследования у уролога по месту жительства по поводу затроненного мочеиспускания был выявлен рак пристательной железы. Согласно анамнезу с месту жительства 2006 года, в 2006 году была выполнена орхиоктомия, далее пациент наблюдался в течение 8 лет, специфического лечения не получал. В 2014 году рост ПСА, назначен был флутамид, до 2017 года он наблюдался, в 2017 году был перенесен мелкоочаговый инфаркт миокарда и в течение 3 месяцев никакой терапии он не получал. Рост ПСА от февраля 2018 года, далее был назначен бикулутамид. После 2018 году в август первых была выполнена остеосцентография, статического поражения постной системы не выявлено. Спустя месяц в сентябре мордов органов малого таза, рак пристательной железе с экстраваскулярным ростом, распространением на мочевой пузырь, семенные пузырьки, внутреннюю спирательную мышцу справа, правосторонне-подвздошной, паховая нефотомепатия. Также был консулировал в то время химиотерапевтом, но по причине сопутствующей терапии проведение химиотерапии у данного пациента не представлялось возможным. В октябре 2019 года пациенту был назначен энзолутамид. Спустя месяц в ноябре 2019 года выполнена остеосцентография, также МТС поражения костной системы не было выявлено. Рост ПСА был отмечен от ноября 2019 года. В течение месяца пациент не получал энзолутамид по причине его отсутствия. Далее был возобновлен вновь энзолутамид ПСА от января 2020 года до 0,78. Спустя полгода выполнены МРТ органов малого таза, картина практически без динамики. В августе 2020 года была выполнена снова остеосцентография, также менталистического поражения кости скелета не было полученной информации. Пациент наблюдался далее от августа 2020 года и от сравнения с октябрём 2021 года был зафиксирован рост ПСА. В октябре 2021 года выполнена остеосцентография, где впервые было выявлено множественное метастатическое поражение костной системы. В ноябре 2021 года выполнена биописия пристательной железе. По ее данным, лечимый патомархоз с карциновым простатом. Также был выполнен анализ на определение мутации персеев, это отрицательно. Рост ПСА от января 2022 года назначен на биротерон с преднизолоном. От октября 2022 года ПСА снижается. Далее было проведено 13 курсов химиотерапии с такселом по март 2023 года и был зафиксирован рост ПСА в ходе наблюдения до 204 нанограмм на миллиметр. Пациента было направление на прохождение ПЭТ-КТС-ПСМА для определения дальнейшей тактики лечения. ПЭТ-КТС-ПСМА было выполнено 29 марта ПЭТ-КТС-ПСМА, где визуализируется челогиптологическое накопление паренхимилюрких блееврия, единичный опухолевый очаги до 3 мм с интенсивным накоплением РФП с суммом до 24, единичный билатеральный буронхопульмональный лимфатический узл до 5 мм с суммом, и визуализируется челогиптологическое ступень из билатеральных 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 бил паховых, формирующих в правопозвращенной области конгломератные опухолевыми массами, суммы до 43 кости черепа, усевой скелет туловища, максимальный отдел плечевых и бедренных костей, множественные смешанные очки суммы до 59 единиц. Далее пациент был направлен к врачу-радиологу Баранцемени Циба для решения вопроса о проведении радионуклеинной терапии. По данной выписке с места жительства основной диагноз пациента – рак предстательной железы CT2A N1MA1C. Рекомендации, которые были получены, сформированы – это с учетом высокой экспрессии ПСМА в опухолевых очагах, рекомендовано проведение радиолюганной терапии лютециям ПСМА. Противопоказаний к лечению нет. Маленькая ремарка. Лютеция ПСМА у нас бета-гамма, излучающий радионуклид. Бета-гамма позволяет получать терапевтические эффекты гаммы, позволяет визуализировать наши изображения с помощью синтеграфии или АФЭПКТ, а также возможность изготовления готовой лекарственной формы непосредственно в медицинском учреждении. Это возможно благодаря изданным в 2020 году двух приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые дали возможность медицинским организациям на базе аптек производить радиофарм препараты, не зарегистрированные в России, но успешно применяемые за рубежом. В нашем медучреждении это занимается структурной организацией, именуемым как аптека РФЛП. Итак, до начала радионуклидной терапии непосредственно от мая 2023 года было зафиксировано ПСА 73 нанограммный мм, а жалобы у пациента это боль в поясничном отделе позвоночника, пациент длительно принимает нестероидные противовоспалительные препараты, пациента 2, в общем анализе крови гемоглобин 115, ликоциты 4.1, тромбоциты 181. Противопоказаний к лечению нет. И 24 мая мы провели ему первый курс лютеция по СМА 8,5 ГБК. По данным Аффект КТ в сравнении с ПЭТ-КТ исследованием отмечается аналогичная картина распределения изотопа, что можете наблюдать на данном слайде. Далее было запланировано повторное введение лютеция. Контрольность ПСА от 11 августа снизилась до 2,14 нанограммный мл. Но жалобы пациента остаются все те же самые. Это сильная боль в поясничном отделе позвоночника, пациент также принимает обезболивающие. По месту жительства пациенту было выписано рецент на травмодол, по 50 мг 2 раза в сутки он его принимает. ЭКО к пациенту снизился до 1, при этом. В анализе крови гемоглогин 116, лейкоциты 5,2, травмоциты 186. Противопоказаний к лечению нет. И 16 августа мы провели второе введение лютеция по СМА 8,3 ГБК. По данным эффект КТ посттерапевтического скана. Ранее определяемые очаги патологической гиперфиксации в костной системе, а также в брюшиных лимфатических узлах, общих подвздошных, наружных, внутренних подвздошных лимфатических узлов с обеих сторон не визуализируется. Уровень включения препарата грудины и бедренных паховых лимфатических узлов значимо снизились. Новых очагов нет. Это вы можете наблюдать в двух ПТКТ сравнении. Далее. При контрольном обследовании от 13 октября уровень ПСА снизился далее до 0,9 мг. Но жалобы пациента оставались все те же самые. Это сильная боль в поясничном отделе позвоночника, также требующая систематического приема анальгетиков. Травмодол по 50 мг 2 раза в суд. У кого пациента единица? В анализе крови гемоглобин 114, лекаций 4,5, травмоциты 180. В ходе обсуждения в отделении было принято решение о проведении радионуклеидной терапии по стеотропным радиофарм препаратам в Самаре Мокси-Би-Форум с целью стойкого обезболивания пациента. Также маленькая ремотка по Самаре. Он у нас также бета- и гамма-излучатель. Позволяет визуализировать. Готовую лекарственную форму нам предоставляет Невхим, Некарплогус корпорации Росатом. И 17 октября 2023 года мы проводим радионуклеидную терапию Самаре Мокси-Би-Форум активностью 45 перикри или 1,66 ГБК. По данной синтеграфии всего тела на синтеграммах визуализируются очаги патологической гиперфиксации, а именно рукоятка груди на 160%, грудной конца пятого ребра справа, правопоздушная кость до 230% на уровне крыла, правая лонная кость, правая седалищная кость. В других отделах скелета отчетных данных за наличие очагов патологической гиперфиксации не было выявлено. По состоянию на 1 декабря ПСА у пациента 0,83 нг на мл. Общее самочувствие удовлетворительно, болевой синдром значительно уменьшился, не требует систематического приема анальгетиков, пациент отказался от приема травмодова, продолжается динамическое наблюдение и спланирована контрольная ПТК, тестов СМА от 1 декабря в общем анализе крови гемоглодин 111, лейкоциты 4.1, травмоциты 170. За период наблюдения не было сфиксировано гематологических осложнений на фоне проведения терапии. И общий период наблюдения за пациента в момент постановки диагноза и по настоящему моменту уже составляет 18 лет, плюс 216 месяцев. На данном сайте представлены графики, диаграммы, показатели крови за период терапии, как видим, показатели гемоглодина, лейкоцит, травмоцитов. Не наблюдается никакой гематологической токсичности, при этом показатели ПСА у нас на фоне терапии снижаются. Ну и выводы. Применение радиолюганной терапии лютецием ПСМА у пациентов с высокими уровнями накоплениями РФП по данным ПТКТ позволяет достичь хорошего результата в лечении. Радиолюганная терапия лютецием не всегда позволяет добиться обезболивающего эффекта отчимков поражения у костной системы. Применение остеотропного препарата самариоксабифора позволило достичь стойкого обезболивания и отказа пациента от применения анальгетиков. Ну, в ходе последовательного применения двух РФП не было зафиксировано гематологической токсичности, что свидетельствует о безопасности проведения терапии. Спасибо за внимание. Спасибо большое за прекрасный доклад, Сергей Георгиевич. Тем более здесь комбинация наблюдается абсолютно обоснованно, с учетом в том числе и болевого синдрома. И у меня есть одна маленькая ремарка по интерпретации клинических данных. И второй вопрос. До каких пор вы собираетесь продлять лекарственную терапию радиофанк препаратами? И какими агентами? Ну, поскольку вы планируете сеансов провести на фоне вот такого ответа? И почему? Смотрите, мы сейчас ожидаем от пациента результата ПЭТ-КТ с ПСМА. И в дальнейшем на основании этих результатов будем принимать решение о дальнейшей терапии. Пока что пациент у нас немножечко отсрочил вот этот момент по проведению ПЭТ-КТ в связи с болезнью. Но мы ждем от него, в моем случае, результата и будем принимать решение. Ну, а что вы будете вот на первое, в настоящее время, о каком из препаратов вы будете вести речь? Аллютеция или эмоксобиция? Аллютеция, в первую очередь аллютеция. Самария лишь вот с обезболивающей целью. Пока что у нас пациент не беспокоит болевой синдром, пока что у нас по Самарии... То есть курсового применения Самария вы не планируете, только в качестве аналогичного агента, да? Да. И маленькая ремарка. Вот я не знаю, конечно, но поскольку у нас это все-таки такая публичная конференция, у меня к вам вопрос. Больной болеет с 2006 года, да? Да, да. В том году ему какая стадия была поставлена? По данным с места жительства у нас, ну, четвертая стадия ТЦТ-2А, Н1ТМ-1С. На основании чего? Насколько я понял, он изначально не был. Ну, изначально, да. Вот меня вот этот вопрос интересует. Стадия у человека не меняется от слова никогда. Единственный раз, когда мы можем поменять... Это уже так, так сказать, вопрос чисто преподавательский, да? Стадию мы выставляем один раз клиническую, и один раз мы ее можем поменять тогда, когда мы получили морфологическую стадию, например, после операции. Этим отличается ЦТН от ПТН, да? Если у нас изначально у больного была стадия Ц или ПТ2Н0Н0, она не может поменяться потом. Клиническая группа у больного меняется. А вы в 2021 году пишете стадию, вот ту, которую вы мне сейчас рассказываете, да? ЦТ2Ц, Н1, М1. Это неправильно. Стадия выставляется один раз и на всю жизнь. Ну, по крайней мере, меня так учили. И поэтому дальше вы можете писать, от такого-то года прогрессирование проявлялось в том-то, том-то, том-то. Кто-то делали из лечения, да? Это выносится в диагноз. Или я не прав, господа эксперты. Валерий Иванович, я вас полностью поддерживаю. Все из-за абсолютно права, что стадия должна быть ЦТН0Н0. И далее уже прогрессирование, метастазы там, там, какие-то варианты лечения. Если позволите, Кирилл Берджик, тоже интересный клинический пример, на мой взгляд, очень любопытный, смена терапии. Но вот у меня вот такой вопрос. У вас есть, насколько я понимаю, достаточно широкая линейка изотопов в клинике. И вы можете использовать разные изотопы у данного пациента. Почему в качестве второй такой вот линии комбинации был выбран самарий, с учетом того, что этот препарат по исследованиям не продемонстрировал какую-то влиянию на уживаемость, а был эффект лишь симптоматический? Почему, допустим, вы не использовали радио, который также у вас есть в клинике, и вы можете его применять? Ну, все верно. И радио, и самарий у нас действительно есть. То есть только с точки зрения симптоматической терапии, с точки зрения обезболивания, был назначен самарий путем коллегиального решения нашего. Плюс пациент достаточно так мало мобилен, чтобы приезжать на ведение радио каждый месяц, ну, каждый 28 дней в течение 6 месяцев практически. Поэтому был выбран именно данный препарат. Ну, а как вы считаете, перерыв в терапии лютециями не скажется на его эффективность напоследующее? Ну, вполне все возможно, но все покажет, конечно, под КТ-исследование, которое мы очень сильно ждем. Спасибо. Спасибо. Дорогие коллеги, я не буду задавать вопрос Кириллу Георгиевичу, потому что мы выбиваемся из графика. Я просто, продолжая то, что сказал Варилий Иванович, хотел отметить, что не только для молодых специалистов, для опытных врачей, которые работают много лет, бывает очень трудно корректно сформулировать диагноз у больного раком простаты или другим раком, который получает лечение на протяжении многих лет. И, зная это, мы специально просили и были сделаны и подготовлены выступления на Московской онкологической школе за последние три года о том, как правильно формулировать диагноз. Но проблема эта остается, и я с Валерием Ивановичем абсолютно согласен. Спасибо. Тогда переходим к следующему нашему закладу. Иван Алексеевич, пожалуйста, Вам слово. Сегодня я Вам расскажу клинический случай, метастаз направленный в ручевой терапии, 5 лет контроля над заболеванием. Да, здесь я представил Вам краткую информацию по поводу актуальности данной проблемы. Но, как известно, рак предоставительной железы – проблема актуальна для мужского населения. И заболеваемость ее от кода кода увеличивается, в том числе в нашей стране. Мой клинический случай у пациента, который достаточно длительно получает специфическое противопухолевое лечение. Его анамнез начинается с 2014 года, когда по поводу морфологически верифицированного рака предоставительной железы высокого глиссона, 5 плюс 4, глиссен 9 баллов, было проведено хирургическое лечение в объеме радикальной простатоктомии с лимподеноктомией. Учитывая риск высокого локального рецидива, высокий глиссон, R1, резекция, базия в семенные поверки, была проведена лучевая терапия в классическом режиме, лексивная, на лозоудаленные предоставительные железы и на лимфатические углы таза. Собственно говоря, пациент в течение 4 лет находился под активным наблюдением, и уровень его ПСА начал расти в 2018 году. По данным ПЭТ-КТ, ему был выполнен ПЭТ-КТ с ПСМА, выявлен целитарный метастаз, как-то единственное проявление заболевания, для выключиться. Мы запрессировали ольгинно-статическое прогрессирование у данного больного. В качестве лечебных опций ему были предложены варианты гормонотерапии, комбинации лучевой терапии, гормонотерапии, и как опция метастаз направленная лучевая терапия, или СБРТ, стереотоксическая лучевая терапия. Пациенту были предложены эти опции, решение принималось совместно с ним, поскольку он совершенно отказывался от проведения лекарственной терапии. Было обсуждено консилиум, было принято решение в пользу проведения лучевой терапии. Уже на тот момент существовали работы, правда, это были ретроспективные работы, не было еще на тот момент результатов кандемизированных исследований второй фазы, но, тем не менее, в сравнении с группами наблюдения, лучевая терапия стереотоксическая у ольгинно-статических пациентов показывала лучшие результаты, в том числе без рецидивной выживаемости. В достаточно короткие сроки, я напомню, что стереотоксическая лучевая терапия, это лучевая терапия, которая по времени проходит недлительно, была выполнена на метастаз в левой ключице, с разовой дозой 5 грей до суммарной дозы 45 грей. И ремиссия после проведенного лечения составила 6 месяцев и наблюдался полный инструментальный ответ. Здесь я представил план стереотоксической лучевой терапии, дозные распределения. Стереотоксическая лучевая терапия отличается определенной точностью и создает высокую дозу в очаге. И отличается тем, что не берется никакой клинический объем распространения, облучается локально опухолевый очаг, надо сказать, небольшого размера, до 5 сантиметров. Собственно, через 6 месяцев пациент запрогрессировал, выявлено было 3 солитарных метастаза. Хотелось бы делать красивый клинический случай, в котором демонстрировалась бы только лучевая терапия, однако без гормонной терапии не обошлось. На консилиуме в связи с рецидивом была добавлена как разрочная гормонная терапия, что привело к снижению уровня ПСА до 0,05 нанограмм на миллилитров. И вот, собственно, после второго курса лучевой терапии и добавления как разрочного курса гормонной терапии в течение 18 месяцев не отмечалось никаких признаков прогрессирования болезни у данного больного. В 2020 год, в мае, был отмечен подъем уровня ПСА. По данным обследования, пациенту всегда проводилось обследование в объеме процесса СМА, выявлено вновь 3 новых метастазических очага. И придерживаясь выдранной ранее тактики лечения, в пациентах повторно были отсутствованы все возможные варианты, переход возможный на гормонную терапию, но провели стереотоксическую лучевую терапию. Здесь написаны разные дозы, на седьмое ребро справа, собственно, на ребра разовая доза 6,2, суммарная 31, и на обедренную кость разовая доза 9,3 и суммарная 27. Это связано с тем, что с удобностью и с локализацией, собственно говоря, с нагрузкой на критические структуры. За данный период уровень ПСА уменьшился, затем вновь стал подниматься и достигший уровня практически 4 нанограмма на миллилитр к концу 2021 года. И вновь при контроле НПТ-КТ мы обнаружили целитарный метастаз сразу подвздошной кости. Поскольку вновь это было единственное проявление, активное проявление заболевания, пациенту была выполнена стереотоксическая лучевая терапия разовая доза 9, суммарная 27. Безрецидивный период продлился 12 месяцев. К началу 2023 года уровень ПСА увеличился до 9,3 нанограмма на миллилитр, и уже с 2023 года пациент получил максимальную андрогенную блокаду. Что интересно, по сути, все проведенные до этого курса стереотоксической лучевой терапии, не считая краткосрочного периода гормонной терапии, позволили отложить максимальный режим гормонной терапии и создать ему светлый промежуток без лекарственного лечения, оставляя какой-то резерв. Тем не менее, при контрольном обследовании в июне у пациента обнаружились новые метастазы, и по решению консилиума вновь ему была проведена стереотоксическая лучевая терапия уже в июле 2023 года. Последнее контрольное обследование было проведено 10 октября. Все очаги, которые ранее облучались по ним, либо выраженная половительная динамика в виде снижения СУПа, либо они не визуализировались. Однако, сейчас судьба пациента неизвестна. Мы пытались с ним связаться, но телефон не отвечали, и на обследование он после последнего контрольного ПТКТ в конце прошлого года не приходил. Надо сказать, что уже начинают появляться публикации исследований по сравнению стереотоксической лучевой терапии с группами контроля при олигометастатическом заболевании, и в том числе исследование РИОЛ, вторая фаза, показывает нам, что медиана биоретативной выживаемости и биохимического контроля в сравнении с группой наблюдения достигнуты не были. В заключении я могу сказать, что данный подход позволяет пациенту, как я уже сказал, провести попытку подсрочить назначение гигапмонной терапии, лекарственной терапии, создав некий резерв, при этом обеспечивая хороший локальный контроль, длительные и светлые промежутки. И, тем не менее, метод достаточно сложный и требует высокой квалификации, экспертности центров, в которых он проводится. Не решился добавлять информацию об экономической целесообразности, поскольку это очень дискутабельно, но есть ощущение, что в сравнении с дорогостоящими препаратами курс лучевой терапии может быть и выгодный с финансовой точки зрения. Большое спасибо. Спасибо огромное за доклад. Тоже очень интересный доклад локального воздействия при метастатическом раке предстательной железы. Сегодня у нас вообще день посвящен, видимо, больше этому. И есть тоже пара вопросов. Первое. На основании чего пациенту на старте, несмотря на возраст, было предложено активное динамическое наблюдение. То есть непонятно. Он 4 года наблюдался при явном негативном прогнозе. И второй вопрос. Это уже просто лично ваше мнение. Скажите, пожалуйста, а вот эффективность стереотоксической лучевой терапии на губчатые и на трубчатые кости и ее, так сказать, негативное воздействие местное чем-то отличается или нет? Это просто ваше, так сказать, сугубо личное мнение, поскольку этот пациент получал у нас стереотоксическую лучевую терапию на губчатые и на трубчатые кости. Значит, первый вопрос. Пациент отказывался от предложенной гормонной терапии категорически. Ну, то есть после проведения хирургического лечения и лучевой терапии пациент просто находился в стадии активного наблюдения, проходил контрольное обследование. В гормонной терапии он отказался. И на второй вопрос. Вета однозначного нет. Негативные эффекты. Мы знаем, что на ребрах они оказывают лизис с плотной тканью, локальная терапия. Это отрежено с высоким риском переложков. Однако, как правило, мы идем на этот риск и не очень этого боимся, поскольку оставшиеся ребра стримируют достаточно длинный каркас. Влияние на костный мозг оно небольшое, поскольку объем облучаемой ткани он невелик. Да, возможно, локально мы создаем проблемы, но до некрозов дело доходит очень редко. Глобальной разницы я не вижу. Вы проговорили про ребра, про остальное. А вот на трубчатые кости вы тоже там проводили. На бедро, по-моему, если мне не изменяет память. Вот чем-то отличается стереотоксическая терапия по своей местной токсичности и по эффективности? Местная токсичность практически отсутствует. Практически отсутствует местная токсичность. И у губчатых, и у трубчатых костей? Никакой гематологической токсичности нет. Да, объемы слишком малых. Понятно. Вопросы мы так и не поняли. Я имею в виду, например, больше угроза патологических переломов при трубчатых костях. То, что больше всего можно ожидать. Такого не замечали? Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Если позволите, у меня два вопроса. Во-первых, пациент пропал, пять раз появлялись метастазы, пять раз использовалась лучевая терапия. Если бы, когда, как по-вашему, стоит остановиться и перейти на гормональную терапию? Ну, или это какой-то другой вариант лечения? Ну, в первую очередь, я же не гормональная терапия. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы как-то, может быть, я не понял, использовали для, в разных ситуациях, разные фракции, ну, и, соответственно, разные суммарные дозы, суммарно отчеловые дозы. От чего это, от чего зависел размер фракции для этого пациента? На самом деле, поскольку пациент исходно пошел по пути оффлейбл до его лечения, то, в принципе, не будет, я думаю, что большой ошибкой назначения гормональной терапии на любом этапе прогрессирования. Но здесь, наверное, я бы назначил, если бы увидели мы какие-то бисцеральные проявления, либо уже не олигометастатическое прогрессирование, а высокую опухолевую нагрузку, либо же большие очаги, большие метастазы, потому что одним из критериев облучения именно способом стереотаксис является небольшой размер очага. И по поводу разных доз существуют различные исследования. В первую очередь, лимитируется нагрузка на критические структуры. Там, где рядом находится спинной мозг, сердце, легкие, мы не можем дать разовую высокую дозу, поскольку эффективность ее расчет нелинейно. Там, где мы можем облучить, обойдя теоретические структуры, такие, как в том числе нервные стволы и сердце легкие, мы можем разгуляться и увеличить разовую дозу с достижением суммарно большей очаговой дозы. Дозы, они эквивалентны и примерно равны. То есть, увеличивая количество фракций, уменьшая разовую дозу, мы в конечном итоге приходим к некоторой общей из-за эффективной дозы, но при этом даем возможность не повредить хротические структуры. Коллеги, у кого есть еще вопрос? Если позволите, спасибо большое за доклад. И у нас есть чат, куда наши слушатели могут писать вопросы к выступающим, к экспертам. И вот вопрос есть. Я зачитываю то, что пришло в этот чат. Вопрос от Кирилла Николаевича. Иван Алексеевич, через сколько времени данному пациенту была проведена лучевая терапия после простатоктомии? Спасибо. Вот такой вопрос. Ну, здесь я вам не подскажу, но это не было большое разнесение во времени. То есть только прошел послеоперационный период, я так подозреваю, что пациент прошел лучевую подготовку, ему была проведена. Это было в 2014 году, и конкретно сроков я не могу вам сказать. Спасибо. К следующему докладу. Альбер Агент 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 Я хочу вам представить случай пациента с олигомед статическим лимфогенным прогрессированием рака предстательной железы, который с самого начала получал лечение в 62-й онкологической больнице, где я на сегодняшний день работаю врачом-онкологом. Ну, вкратце напомню некоторые данные по раку предстательной железы. На сегодняшний день рак предстательной железы занимает второе место в структуре заболеваемости в Российской Федерации, третье место в структуре смертности. Порядка 40 тысяч новых случаев в год ежедневно выявляется, ежегодно, извиняюсь, и средний возраст пациента на момент постановки диагноза 69,6 лет. Надо отметить, что рак предстательной железы на сегодняшний день это одна из самых вялотекущих онкопатологий в структуре злокачественных новообразований, однако, несмотря на все успехи нашего лечения, биохимический рецидив после радикального хирургического лечения развивается у 20-40% пациентов. Я представляю молодого пациента, которому 61 год, у которого в августе при диспансеризации выявлено повышение ПСА до 30 нанограмм на миллилитр, далее пациенту провели обследование по МРТ выявили очаг ПРЦ-5 в правой периферической зоне предстоятельной железы без экстракапсулярной экстензии и сделали биопсию и верифицировали в 4 из 6 биоптатах левой доли и в 2 из 6 биоптатах правой доли аценарную аденокарциному 3 плюс 4 балла поглиссену. Ну, соответственно, наш пациент относится к группе высокого риска прогрессирования и в соответствии со стандартом обследованиям ему выполнили остеосынтиграфию и КТ органа брюшной полости, где данных за отдаленные очаги получено не было. В ноябре 22 года в онкологическом отделении 62-й больницы пациенту была выполнена лапароскопическая радикальная простатоктомия с расширенной тазовой лимфоденоктомией. послеоперационный период протекал стандартом. На седьмые сутки пациенту удален катетер и на восьмые сутки пациент отпущен домой в удовлетворительном состоянии. По данным послеоперационной морфологии у пациента, как и по биопсии, верифицирована ценарная аденокарцинома 3 плюс 4 балла поглиссену, ПТ2 и 0, и в 13 исследованных лимфатических узлах метастазов не выявлено. Здесь я оговорюсь о том, что в нашей больнице не все лимфатические узлы исследуются, а исследуются только подозрительно. Далее пациент на 6 месяцев уезжает жить на Шри-Ланку, нарушая регулярность контрольных обследований, и в апреле 2023 года, когда пациент возвращается в Россию, он впервые сдает простатспецифический антиген. И в апреле 2023 года получают результат 0,65 нг на мл, а в мае 2023 года 0,63 нг на мл, соответственно у пациента развивается биохимический рецидив после радикальной простатоктомии. Перед нами встает вопрос о дальнейшей тактике обследования пациента. Есть вариант стандартного обследования, есть вариант ПТКТ, однако на сегодняшний день мы знаем, что ПТКТ при значениях ПСА менее одного не столь эффективен для выявления источников ПСА рецидива, ну и также в Российской Федерации ПТКТ с ПСМА на сегодняшний день не входит в стандарт обследования пациентов с биохимическим рецидивом. Поэтому пациенты выполняют стандартный набор обследований в виде контент трех зон с контрастом МРТ органов малого таза и остеосинтеграфия. Данных за рецидив выявлено не было. Далее в июле 2023 года у пациента при очередном контроле ПСА примерно равен 1 нанограмм на миллилитр и здесь уже имеет место ПТКТ потому что для выявления источника ПСА прогрессирования при таком значении ПСА ПТКТ будет эффективен и его эффективность колеблется от 86 до 93%. Мы выполняем пациенту ПТКТ с 18 торпос СМА где по данным ПТКТ выявляем единичный правый общепоздушно-лимфатический узел с гиперэкспрессией ПСМА до 33 и 2 стандартный индекс захвата. Здесь хочется привести слайд из выступления Дмитрия Александровича Носова который является экспертом по лекарственной терапии и на сегодняшний день также является председателем общества клинической онкологии. Пациенты с биохимическим рецидивом на сегодняшний день также подразделяются на группы риска и подразделяются они в зависимости от времени удвоения ПСА и послеоперационному баллу по глиссену. И если посмотреть на графики ниже мы видим значимую значимую разницу выживаемости без прогрессирования и опухолево-специфической выживаемости у пациентов низкого и высокого риска развития метастазов и смерти от прогрессирования с биохимическим рецидивом. В соответствии с клиническими рекомендациями этот пациент этому пациенту можно назначить андроген нужно назначить андроген депривационную терапию или и лучевую терапию в сальважном режиме. Однако на сегодняшний день мы все чаще и чаще говорим и все больше и больше исследований о персонифицированном подходе где для лечения таких пациентов с олигометастазами может быть применена стереотоксическая лучевая терапия хирургическое лечение и у пациентов низкого риска возможно просто наблюдение о чем также сказал Дмитрий Александрович профессор Носа в своем докладе. Мы остановились на хирургическом лечении нами принято решение о выполнении расширенной подвздошной лимфодоноктомии у этого пациента и 8 сентября пациенту выполняется подвздошная лимфодоноктомия справа в расширенном варианте длительность операции 120 минут кровопотеря минимальная 50 мл у пациента после операционный период протекал без осложнений у ретральной катетеры дренажи удалены на первые сутки и на четвертые сутки пациент выписан в удовлетворительном состоянии вот здесь мы видим этапы выполнения лимфодоноктомии я немножечко пролистаю чтобы быстрее было ну и также на видео мы видим адекватность выполненной расширенной лимфодисекции на первичном на первичном этапе операции во время опроскопической радикальной простатоктомии морфологически после операции мы получили что в двух из девяти удаленных лимфатических узлов были выявлены метастазы аденокарцинома адологичного строения однако эти метастазы были без экстранодального распространения что немаловажно для принятия дальнейшей тактики в отношении этого пациента и пациент уже два раза проходил контроль ПСА так ПСА от октября двадцать третьего года у него было нулевым и остается по сегодняшний день ну и рассказывая о таком клиническом случае нельзя не рассказать о том исследовании о том внутреннем протоколе который проводится в 62 больнице с 2012 года так с 2012 спасительная тазо-тазово-подвздошная лимфоденоктомия была выполнена в 32 пациентам мы их разделили на две группы первая группа это те пациенты которым была выполнена только сальважная лимфоденоктомия и они не получали никакого дополнительного лечения АДТ или лучевой терапии, а вторая группа – это те пациенты, которым была выполнена сальважная лимфоденоктомия, однако в основном по причине того, что они не следовали нашим рекомендациям, возвращались по месту жительства и там назначали либо лучевую терапию сальважную, либо андроген-депривационную терапию, они получили сальважную лимфодисекцию в комбинации с одним из этих методов. И мы видим, что сальважная лимфоденоктомия позволяет отсрочить назначение системной лекарственной терапии в среднем на полтора года при медиане наблюдения 6 месяцев, что соответственно может потенциально увеличить общую выживаемость наших пациентов. 60% больных 12 из 20 человек в группе сальважной лимфоденоктомии без какого-либо лечения живут без прогрессирования в среднем 26,7 месяцев при медиане наблюдения полтора года. А 40% больных 12 человек из 32 это те больные, которые получили комбинированное лечение, несмотря на наши рекомендации. Они так и не поняли, на что они ответили по ПСА. На лучевую терапию, на гормонотерапию или на сальважную лимфоденоктомию. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Альберт Андреевич, по-моему, я слышал этот доклад о вашем исполнении уже, но скажите, пожалуйста, все-таки ваше отношение. Вы рассказываете про сальважную лимфоденоктомию. Какой все-таки объем лимфоденоктомии в данном случае должен быть у ПСА? Но с учетом того, что по результатам ПЭТ-КТ узел был достаточно маленький, и четко его визуализировать интрооперационно мы не смогли и не смогли бы, даже если бы очень захотели, то я считаю адекватным объемом лимфоденоктомии расширенная подвздошная лимфоденоктомия. Если это изолированное поражение, если лимфоузел находится справа, то расширенная сальважная лимфоденоктомия подвздошная справа. Если локализация лимфатического узла слева, то тогда, соответственно, слева. То есть я правильно понимаю, что в зависимости от стороны поражения будет выполняться лимфоденоктомия либо справа, либо слева? Да. В целом, да. Повторюсь, что мы к этим пациентам, к отбору этих пациентов достаточно строго подходим. И мы не берем пациентов, стараемся не брать пациентов с двусторонним поражением или с большим объемом медстатического поражения. Как правило, мы берем пациентов с изолированным поражением подвздошных лимфатических узлов, и оно наблюдается, как правило, односторонне. А скажите тогда, вы уже, наверное, не во всех случаях получали полное, скажем так, снижение уровня ПСА до нулевых значений. Всегда были, наверное, пациенты, у которых осталось резидуальный ПСА. Да, все верно. В 12 из 20 случаев мы получили полный ПСА-ответ, в 8 случаях мы получили прогрессирование в течение 3-6 месяцев. Однако у нас есть на сегодняшний день пациент с частичным ПСА-ответом, и для пациентов с частичным ПСА-ответом мы также оцениваем глубину ответа, то есть процентное выражение, насколько снизился ПСА в процентах. У нас есть один пациент, у которого ПСА снизилось с 1 до 0,24, с достаточно глубоким ответом, который до сих пор уже на протяжении нескольких лет с этим ПСА динамически наблюдается, и у него ПСА стабилизировался именно на этих значениях. Я с вами согласен, что действительно реализация, скажем так, оставшихся опухолевых клеток, она может произойти, мы не знаем, когда это может случиться, может это сразу прогрессировать, или это пройдет время для реализации. Но я все-таки хочу от вас услышать, не считаете ли вы, что целесообразно тем пациентам, у которых наступило прогрессирование, если объем лимфодисекции был бы больше, привело ли бы это, скажем так, к повышению количества больных, которым бы вы получили полный ПСА-ответ? Здесь вопрос, что вы вкладываете в понимание объема лимфодисекции больше? Ну, если бы вы делали не с одной стороны, а делали бы двухстороннюю тазовую расширенную лимфодисекцию, не знаю, от нижней выражающей артерии, или в ряде работ, вплоть до бочных ножек выполнять лимфодисекцию, я еще раз говорю, решение лимфодисекции, на ваш взгляд, позволит у этих пациентов добиться, скажем так, большего числа полных ответов фокуса? Если бы мы не имели таких замечательных методов визуализации, как ПТКТ, которая с вероятностью более 90% выявляет источник ПСА-рецидива, то, наверное, это могло бы привести к улучшению результатов. А на сегодняшний день, имея ПТКТ, мы все-таки говорим о персонализированной метастазно-направленной терапии. Поэтому расширять объем лимфодисекции – это всегда достаточно спорный вопрос. Ну, я с вами соглашусь, что это действительно спорный вопрос, но мне кажется, все-таки это больше связано с биологией опухоли и с метастазированием. А я бы не стал уповать на ПТКСМА, на 90% точное исследование, потому что мы прекрасно знаем, что когда мы выполняем сальважную методомиатомию, даже так же по тщательному отборе, мы получаем зачастую гораздо большее количество позитивных легкоузлов, чем, в общем-то, было по данным этого исследования. Поэтому еще раз говорю, я бы не уповал в полной мере на это исследование. Но в любом случае очень интересный доклад. Спасибо огромное. Коллеги, у кого есть еще раз. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо, если позволите мне. Действительно, очень интересный доклад. Огромное спасибо. Получил большое удовольствие. Слушаю. Вы знаете, хотелось просто поделиться собственным опытом нашей клиники. Вот последняя работа, которую мы опубликовали. Это был 2021 год. И мы опубликовали результаты лечения пациентов с альважной лимфодоноктомией. 21 пациент в нашем исследовании был. И я абсолютно согласен с Александром Михайловичем. Вы знаете, у меня возник такой вопрос к вам прежде всего. А вот вы выполнили в данном клиническом случае лимфодоноктомию с правой стороны. Вы основывались на вот этом изолированном унилатеральном выполнении только лишь потому, что по ПЭТ-КТ у вас был с этой стороны один светился лимфоузел. Правильно? Да, все верно. Ну, смотрите. Ведь даже вот докладывая результат своего клинического случая, вы сообщили нам о том, что вы получили в гистологическом заключении не один, а два пораженных лимфатического узла. Верно? Все верно, да. Но мне кажется ли вам логичным предположить, что вот с другой стороны ПЭТ-КТ тоже могло не увидеть пораженного лимфатического узла. И мне кажется, это весьма логично. И более того, в нашей работе, в нашей серии было видно, что несмотря на наличие пораженных с одной стороны лимфатического узла у пациентов, были найдены положительные лимфатические узлы с другой стороны, потому что мы удаляли лимфоузел с обеих сторон. И, в принципе, целый ряд работ в литературе свидетельствует о том, что лимфоденоктамию надо выполнять с обеих сторон. Вот все-таки скажите нам, пожалуйста, на чем же все-таки основывается ваше убеждение в том, что нужно делать с одной стороны лимфоденоктамию? Извините, неужели только лишь на вот таком четкой вере в ПЭТ-КТ? Да, спасибо за ваши вопросы, Ксения Борисовича. Но, да, я тоже знаком с вашими работами в том числе. Но нужно оговориться, что мы включали пациентов, которым уже на этапе лапароскопической простатоктомии была выполнена расширенная лимфоденоктомия от, ну, по всем известным нам границам. То есть от мочеточника и ниже. И расширенная подвздошная лимфоденоктомия, в моем понимании, это в том числе и параортальная лимфодисекция, ниже бифуркации аорты, и наружная подвздошная с этой стороны. Именно вот такой объем. И, да, это основывается в том числе на том, что мы дожидаемся того уровня ПСА, когда ПЭТ-КТ становится действительно диагностически, ну, высоко диагностически эффективным. Понятно. А напомните мне, пожалуйста, извините, вот в этом клиническом случае полноценный ответ, ПСА-ответ, в скольких процентах случаев был получен? В данном конкретном клиническом случае он... Ну, стопроцентный, я понимаю. В данном литературе, то, что вы показывали последний слайд... Это не данной литературе, это данная нашего протокола, да. Мы получили у 60% пациентов полный ПСА-ответ, который был зарегистрирован через 3 месяца при контрольном ПСА. Спасибо. Ну, вот опять же, ссылаясь на нашу работу, хочу сказать, что у нас полный ответ был получен в 38% случаев, несмотря на то, что мы выполняли лимфоденокомию с обеих сторон. Ну, мне кажется, что вот эти 40% отсутствия полного ответа может быть связано в том числе и с недостаточным контролем и с контролатеральной стороны в том числе. Опять же, в нашем исследовании у наших пациентов, у ряда наших пациентов было выполнено лимфоденоктомией в ходе первичной операции. В нашем случае это были роботы-ассистированы на радикальной простатоктомии. Мне кажется, что это очень интересный клинический случай, и это клинический случай, который позволяет нам чётко говорить о персонифицированной медицине и выполнении сальважной лимфоденоктомии, и этот же случай нам даёт возможность думать, размышлять дальше, и более того, мы видим, как возможно улучшить результаты выполнения сальважной лимфоденоктомии и привести к большему значению полноценного по соответству пациентов при такой манипуляции. Спасибо ещё раз огромное. Если позволить, я немножко дополню, поскольку являюсь, в общем-то, соавтором. Мне очень понравилось, на самом деле, Альберт Адельевич ответил, то, чего я бы сказал. Обратите внимание на одну маленькую деталь. Мы в своей клинике практически не используем вот эту тактику даже при глисоне 6 в группе благоприятного прогноза невыполнение лимфодесекции. Мы всем больным делаем лимфодесекцию при простатоктомии. И у нас есть тоже свои собственные, так сказать, подсчёты, где в группе благоприятного прогноза у 20% больных в послеоперационном периоде группа прогноза меняется. Меняется степень глисонда. Я, насколько знаю, и Александр Микаутс сейчас ведёт подобное исследование внутреннее у себя в клинике. Поэтому мы не выполняем лимфодесекцию только у сильно соматически осложнённых пациентов. И вот во всех остальных случаях лимфодесекция у нас выполняется двухсторонней. Поэтому вот тактика подхода какого изолированной лимфодесекции, она, в общем-то, на мой взгляд, в данной ситуации приемлема. Более того, скажу, по настоянию двух пациентов у нас было два товарища, которым мы выполнили ляпароскопическую лимфодесекцию при наличии олигометастатической болезни в подвздошных лимфоузлах, где не получили, ну и макроскопически на операции я не видел никаких патологических лимфоузлов. Они настояли на повторной лимфодесекции, то есть уже третьей операции, которая им была выполнена, они отказались от лучевой терапии в данной ситуации, и в том числе от стереотоксической терапии, которая им предлагалась, естественно, потому что при контрольном обследовании через 3-6 месяцев по ПТКТ естественно определялся тот же самый очаг в лимфоузле, и естественно ПСА у них не падала. И вот в повторных операциях, правда они были уже открыты, они уже были лимфоузлы, удалось удалить эти лимфоузлы, и у обоих пациентов, один из них у нас наблюдается около 5 лет, у которого ПСА полный ответ, это был немолодой человек 81 года, и второй пациент у нас наблюдается там в районе года, наверное, у которого тоже при повторной операции был удаленный лимфоузол, причем у одного из этих пациентов дважды на операции еще и ранение мочесточника было, поскольку операции были повторные, один был даже, по-моему, после лучевой терапии. Мы после лучевой терапии, это к вопросу о первом нашем клиническом случае, который вы докладывали, вот, я бы, может быть, ну, я не стал задавать такой вопрос, но я бы, может быть, кроме стереотоксического, вот, обсуждения вопроса о стереотоксической терапии, то, что Екатерина Владимировна докладывала, я бы, наверное, может быть, поднял у этого пациента в том числе вопрос, несмотря на лучевую терапию, которая была в отсроченном убивантном режиме у больного проведена, я бы, наверное, в том числе, больным обсуждал вопрос о возможности выполнения сальважной лимфодисекции, поскольку там был практически одиночный или единичный, там, два пузла, по-моему, да, у вас. Такой вариант возможен, но у нас есть пациенты, которые выполнялись сальважной лимфодисекции при единичных поражениях на основании ПДКТ после лучевой терапии. Ну вот так, мои маленькие комментарии как одного из авторов. Ну, а вообще, наверное, еще есть вопросы? ПДКТ Нет. Позволите. Мне, на самом деле, сегодня очень понравилось, потому что вот все докладчики и все случаи, которые были представлены вашему вниманию, вот, они персонифицированы, интересны, они говорят о том, что перед нами, во-первых, люди не просто доклады, там, кому-то из старших своих товарищей, это люди, которые непосредственно занимаются этой работой, и они абсолютно точно, каждый из них участвовал в лечении пациентов, которые они доложили, это приятно. Вот. Второй момент, это то, что это люди думающие, которые не только и читающие, не только знающие, там, клинические исследования, последние результаты этих клинических исследований, но в то же время еще и умеющие изыскивать какие-то варианты, направленные на то, чтобы улучшить качество жизни и саму продолжительность жизни наших пациентов. Потом, мне очень приятно то, что на сегодняшний день вот такие подходы, вы же все прекрасно понимаете, когда люди переходят на лекарственную терапию, то это, она у каждого человека работает индивидуально, определенное количество времени, и все, и дальше нам нужно искать следующую терапию, поэтому, чем на более длительное время мы отложим переход к постоянной лекарственной терапии, в общем-то, тем дольше можно ожидать, и даже может быть ровно настолько дольше, ожидаемой продолжительной жизни у этих пациентов, ну, понятно, из них никто не застрахован, каких-то других причин смерти, но тем не менее, мы у людей увеличиваем потенциал, потенциал и продолжительности жизни, и потенциал, в том числе, качества жизни, поэтому, на мой взгляд, вот именно при раке предстательной железы, вот такой подход к ведению этих пациентов, ну, это, я думаю, в ближайшем будущем будет подтверждено и современными клиническими исследованиями, которыми, как уже все авторы здесь сегодня сказали, они в настоящее время ведутся, и может быть, кто-то из нас, из вас, в том числе, будет участвовать в этих клинических исследованиях. Пожалуйста, эксперты, вам слово. Спасибо огромное за такой экскурс, который вы сейчас выполнили, и, в общем, за введение сегодняшнего заседания. На мой взгляд, я тоже считаю, что те случаи, которые мы отобрали коллегиально, они заслуживали внимания, и мы внимательно послушали, очень достойно все выступали, и, мне кажется, получили опыт определенный, в том числе и выступления в ответе на вопрос. Хотя, конечно, с учетом персонификации эти случаи неоднозначны, и можно, конечно, спорить, можно обсуждать какие-то моменты, но, тем не менее, еще раз говорю, ты абсолютно правы, что важно думать над тем, что мы делаем, и как правильно поступать в твоей или иной ситуации. Поэтому всем спасибо огромное, мне очень сегодня было приятно всех видеть, всех слушать. Передаю слово Константину Борисовичу. Дорогие коллеги, действительно, добавить практически нечего, очень приятно, огромное спасибо экспертам, огромное спасибо сопредседателям. Я думаю, что мы все сегодня, не только наши коллеги, которые представляли клинические случаи, но и мы с вами получили а, огромное удовольствие, б, узнали что-то новое, в, получили какую-то затравку на будущее изыскания, и, наконец, г, мы все просто насладились общением друг с другом, и это прекрасно и замечательно. Все случаи представлены сегодня, по моему мнению, я думаю, что по нашему общему мнению, они заслуживают того, чтобы стать победителем, и на самом деле довольно сложно определиться, довольно сложно указать на кого-то одного или предоставить кому-то одному вот такую вот честь быть победителем. Но нам придется это выполнить, ну а пока, пока я хочу всех нас поздравить с тем, что туморборд прошел, на мой взгляд, успешно, и с тем, что те специалисты, которые представляли клинические случаи, действительно обладают знаниями, которые весьма-весьма достойны. Спасибо еще раз огромным участникам, большое спасибо экспертам. Александр Ильич, пару слов. Спасибо, Константин Борисович. Я очень коротко добавлю, что вне всякого сомнения даже эксперты сегодня узнали что-то новое для себя, по крайней мере про себя я могу это сказать. Я даже кое-что записал, что нужно обязательно прочитать самому в последующем с учетом тех новых интересных данных, которые докладчики сегодня представили. Ну и, конечно, нам придется победителя выбрать. Коллеги, по традиции мы прощаемся с нашими молодыми учеными, которые сегодня представляли клинические примеры, ну и остаемся на связи